В Саратове состоялось официальное открытие 8-го международного фестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания». На торжественной церемонии присутствовал президент фестиваля Олег Табаков. С подробностями наш специальный корреспондент Светлана Бородич. Сушки, частушки у входа, русская песня в зале. Так открылись восьмые по счету «Саратовские страдания», объединившие в этом году кинематографистов Чехии, Испании, Кореи, Нидерландов, Соединенных Штатов, Германии, Франции и далее-далее по списку совсем не короткому. Участвовать желали более полутора сотен, отобрали 19 фильмов для основной конкурсной программы. А кроме того, вне конкурса уже начали показывать и покажут еще целый блок. Обозначили его как «Кино перестройки». Для кого-то воспоминания, кому-то откровения, как жила страна и как жили мы 20 с лишним лет назад. Каждый раз мы стараемся включить в блок когда-то снятую хронику нашей студии и фильмы того периода, когда они вообще не имели доступа к зрителям. Конечно, их тогда снимали, но финансирование было минимальным, минимальным. И этих фильмов единицы. И все-таки мы стараемся, чтобы сейчас их увидели. «Саратовские страдания» сегодня единственный в мире фестиваль, исповедующий жанр мелодрамы. Девиз «Документальное кино. Кино для зрителей» последний восприняли как призыв. Огромный зал театра драмы был переполнен. С воодушевлением особым встречали здесь членов жюри. В их числе директор-распорядитель очень крупного немецкого кинофестиваля, проходящего в Безбадене с бюджетом миллиона евро, Гаги Бабич. Ее мы спросили в такой жесткий, ритмичный, очень динамичный и порой даже жестокий 21 век. «Есть ли место мелодраме? Чувствам? Сочувствию?» И Гаги уверенно ответила «Да». Если дословно, такая тема имеет свое место. В этом плане русское кино очень сильное, сильнее всех других. Конец цитаты. Между тем, на этом фестивале «Фавориты» вышли наши гости. Много говорят об испанском фильме. Авторы проследили за судьбой очень молодой пары, у которой появляется малыш, при том, что их дом – картонная уличная коробка. Чехи в течение 10 лет с камерой в руках наблюдали сначала за просто девушкой, потом за начинающей наркоманкой, дальше без комментариев. Страданий в мире так много, что саратовские и правда рискуют превратиться в бесконечность. Причем президент фестиваля «Любимец публики» народный артист СССР Олег Табаков уверен, мало что изменилось за последние много лет. На этой земле столько слез пролито, столько крови пролито, что потребность и плакать, и смеяться никак не меньше того, что было, скажем, в моей молодости. Через несколько минут он окажется в зале и словно шагнет на полувека назад. Фестиваль откроется фильмом по сценарию Виктора Розова «Шумный день», где Олег Павлович сыграл одну из самых первых своих ролей фильма в этом году «50». Но зал смотрел и слушал так, будто на наших глазах свершалось открытие. Светлана Бородич, Алексей Новиков, Ярослав Квитко, Вести, Саратов.